Ключевой вопрос безопасности в Европе – это решение конфликта в Донбассе. В братской нам Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса. Вот нам тест. Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, ну давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – это не просто нам вызов. Украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит мы на что-то способны. Если нет, ну будем собираться и разговаривать. А толку будет мало. Несколько дней назад я был в Житомире, где проходил наш очередной белорусско-украинский саммит, форум регионов. Но без политики не обошлось. С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины – человек настоящий, крепкий человек, патриот своей Родины. Абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась на следство. Он готов к трудным решениям достижения мира, и мы его в этом поддерживаем. В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс. Отшлен обмен задержанными лицами. И в Минске на заседании трусторонней контактной группы также наметился некий процесс. Но если кто-то думает, что лед тронулся – нет. Он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Дочнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине. Война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Надо решать эту проблему. Тогда вот эти диалоги будут иметь какое-то значение. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится. Это конфликт не только в Украине. Это уже у нас конфликт. Мы уже почувствовали, что такое конфликт на Донбассе. 160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию. Я часто говорю, что я сравниваю проблемы Европы, которые 2-3 тысячи за год беженцев с Ближнего Востока поделить не могут. Поделить не могут, где их разместить. От 160 тысяч. И мы им на завтра же, буквально через сутки, представили равный статус с нашими гражданами Беларуси. Мы приняли их как родных. Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия. Конечно же, из того конфликтного региона. Это нас тоже не может не беспокоить. Европа вроде бы помогает. Ну так помогайте, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну. Нужно восстановить Донбасс. И не только восстановить Донбасс. Там еще более выпиющие проблемы в Украине. Эта война и та ситуация, в которой оказалась Украина, она экономически опустила Украину. Украине нужно помогать. Если мы на что-то способны, давайте решать. На деле решать. Вот посоветуемся, вы своих политику возьмете так за шиворот и заставите решать эту проблему. Что касается Беларуси, мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы. И не называйте это так. Никогда мы так не ставили вопрос. Мы готовы, как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, мы готовы сыграть ту роль, которая ими будет определена нам. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Вот знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать сегодня руководителей ЛНР, ДНР, непризнанных. Да, непризнанные. Но они есть, их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренности. Но главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки. И 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции, и так далее, и тому подобное. Я, Владимир Александрович, когда обсуждали этот вопрос, сказал, что надо идти на какие-то контакты, движения, потому что война у тебя на твоей земле. Он говорит, я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему. Пройдет время. Любые раны рубцуются. Слушайте, мы с Германией пережили такую войну. Больше 30 миллионов человек похоронили. А сколько после войны коллегами остались? И что сегодня? Спустя 70 с лишним лет. Мы уже не враги. Жизнь и история такова, что она рубцует любые раны. Даже более серьезные. Поэтому надо двигаться в этом направлении. Еще раз подчеркиваю. Несколько нельзя будет упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. Многое зависит от нас. И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть решения этой проблемы. Продолжение следует...